А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 421 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. А тем временем в России уже никто, кто имеет хотя бы какой-то малейший интеллект, не верит в победу России против Украины. Слепо верят только необразованные работяги, которые за кусок хлеба готовы терпеть любые унижения. Но также в победу еще верят пенсионеры. Но у Путина проблемы. Панический страх ареста не покидает его ни на минуту. На днях в Турции помпезно открывают полностью построенную под руководством России атомную электростанцию. Так вот президент Турции Эрдоган официально пригласил Владимира Путина на эту помпезную церемонию открытия. И когда Путину принесли это официальное приглашение, он быстро представил, как его там немедленно арестовывают и в кандалах доставляют в Гааку в суд. И после этих видений Путин наотрез отказался ехать в Турцию. Но за последние сутки еще 670 российских оккупантов больше никогда не вернутся живыми в Россию. А всего же с 24 февраля 2022 года с начала войны на территории Украины было уничтожено 184 420 российских военнослужащих.